система обратного космоса для фильтрации воды аквафор двм 312 с про это супер компактная обратноосматическая система без бака как вы видите здесь нарисован кувшин который будем использовать вместо бака эта версия аквафора совсем занимает мало места подмойка для этого нужно видеть и всего лишь стеночка одна для того чтобы разместились сменные модули и блок коллекторов куда в общем то они подключаются все остальное выводится на мойку это кран и кувшинчик сверху стоит на столе в общем то и все никакого расширительного или накопительного бака здесь нет поэтому обратите внимание кому надо вот такая супер компактная система вот это она и есть аквафор 312 с про сегодня мы познакомимся с ней поближе вам покажу что я хочу с ней сделать произведу несколько замеров вот таким приборчиком tds 3 водичку мы замеряем которая бежит из-под крана до обработки этой системы этим осмосом и после обработки какая вода сколько единиц у нас получается все это мы замеряем и сделаем еще один замерчик который всегда интересует покупателей все-таки сколько же эта система выдает чистой воды и какой объем она сбрасывает грязной воды в канализацию согласно техническим данным производитель дает нам 14 то есть один литр мы набираем 4 литра мы сбрасываем но это нам дает производитель на самом деле все будет зависеть от того какое давление у вас кране но сейчас давайте посмотрим содержимое этой коробочки комплектацию что мы имеем паспорт руководство по эксплуатации все аккуратненько уложено три сменных модуля отсекатель я вижу блок коллекторов так вот это сам блок коллекторов на блоке коллекторов уже вставлена заводом-изготовителем дренажная трубка то есть для сброса грязной воды как всегда вход с левой стороны и с правой стороны выход для монтажа мы все здесь имеем дренажная подводка я вижу кран для подведения воды в систему от нас ну и подключение в столешницу или в мойку сам кран тут еще вижу одна заглушка имеется и приспособление для подключения трубок к этим к этой системе вот коробочка еще с трубками красная подводка на кран белая для чистой водички которая будет выходить системы фильтрации ну и последняя коробочка это у нас сам кувшин сейчас его посмотрим коробочка пустая вот такой вот кувшин щек кувшин достаточно легкий идет сразу с отсекателем видите отсекатель вставлен в крышку для кувшина сам кувшин хоть и пластиковый но он сделан специального пластика во-первых не бьющийся это пластик во-вторых пищевой называется тритан в этом кувшине у нас 4 литра воды да достаточно вместительный большой кувшин сейчас будем подключать и смотреть но сегодня это я супер компактную систему буду подключать не под мойкой а буду делать с нее можно сказать портативную систему возможно кому-то интересен такой вариант если этой системой пользоваться не только дома допустим но и на даче или еще где-то где отдыхаете выезжаете на отдых лишь бы был кран для подключения твд еще раз говорю давление для нее маленькая занимает место на очень мало поэтому как портативную систему ее использовать можно я сейчас ее соберу и вы просто посмотрите она практически нисколько места не занимает бросил его багажник на велосипед в рюкзак повез в данном случае меня устраивает она именно как портативная система для использования ее в разных местах для этого нам не понадобится вообще никакой инструмент ну наверное кроме отверточки буквально там на одну минутку подтянуть хомуты чтобы систему эту сделать портативной вам нужно вот такой вот кран по моему p21 называется используется в аквафорах которым мы будем подключать и брать воду прям сам сам кран не врезаясь в трубу подачи воды а также вам нужно будет вот такая пластиковая подставочка тоже аквафор красивая удобная для того чтобы вы могли не вешать эту систему где-то на стенке а просто может стоять эта система рядом с мойкой это поставочка стоит недорого в районе 300 350 рублей можно ее найти в интернет-магазине это самое основное для того чтобы сделать эту систему и портативной то есть сам кран и это пластиковая подставка для устойчивости системы и еще один маленький нюансик возьмите вот такую трубку она продается везде на рынках шестерочка я сейчас вам покажу для чего она нужна вот эту трубку я использовал для того чтобы подключать на немножко тавтологии вот эту трубку красную которая идет у нас для забора воды то есть поняли да что кран вот этот подключается к этой трубочке я взял обыкновенную трубку вот такую на рынке купил можно такую можно такую вот диаметром 6 чтобы диаметр был 6 и с помощью двумя хомутика просто подтянул ну трубочка настолько входит вот эта красная трубка плотно в эту трубку по моему здесь и хомуты не надо но я на всякий случай просто это сделал вода есть вода она все равно дырочку найдет где-то поэтому на всякий случай просто подтянул хомутами затянул все больше ничего нету для этого нужно отверточкой буквально одна полторы минуты работы чтобы затянуть вот эти два хомутика все все остальное собираем сейчас эту систему в одно целое и так для того чтобы собрать эту систему нам нужно подключить в блоку коллекторов вот этот блок коллекторов на самом блоке если кто-то будет вешать на стенку имеется специальные пазы для шурупов то есть можно повесить на стеночку так как у меня портативная я буду ее ставить в подставку которая уже вам показывал снова напоминаю с левой стороны у нас для входа воды красный провод и с правой стороны у нас это выход очищенной водички в сам кувшин чтобы подключить провод как пишет производитель в паспорте нужно намочить водой вот эту красную трубку чтобы вставить ее блок коллекторов вставляем таким образом вытаскиваем стопорное кольцо или стопор он как всегда обязательно упадет трубочку мы намочили засовываем ее туда до упора и ставим стопорную вилку вот в общем то и все эта трубка уже оттуда не выскочит все очень просто также проделываем и с входом правым входом которого с которого будет идти чистая водичка профильтрованная от осмоса с правой стороны также вытаскиваем защелку и вставляем туда трубочку надо намочить честно говоря непонятно немножко для чего мы мочим эту трубку она и так хорошо заходит вот видите зашла до упора вставляем туда замочек вот и все трубочка плотно сидит если надо вытащить все делаем в обратном порядке вытаскиваем замок отжимаем вот этим специальным пластиковым ключом вот эту пластинку трубчатую вот так и вытаскиваем нашу трубочку все итак в общем то мы собрали как вы видите ничего из инструмента мы не применяли все собирается быстро это я вам то что рассказываю долго на самом деле это все собирать буквально за пять минут первое что мы делаем чтобы подключить эту систему и начать ей пользоваться нужно промыть все эти три картриджа чего мы начинаем первое что мы подключаем это вот этот первый модуль в систему то есть будет подключаться первый модуль систему и модуль последний про мембраму пока не трогаем пока не промоем вот этот вот модуль первый и последний сейчас я их очищу от пленки и так мы поставили вот эти два модуля на этом этапе мембранный модуль мы сюда не ставим внутри а место него ставим заглушку заглушка у нас имеется я уже показывал ее вот так чтобы вам было видно вот я вот так вот и вставляю также нажимается и вот так прокручивается все заглушка у нас стоит в таком положении мы все подключаем к воде выводим дренаж вот так он стоит он как бы устойчивый но не очень бить и обязательно нужно пластиковая сюда пластиковая подставочка тогда она хорошо эти модули будет держать пока можно их положить разницы абсолютно никакой нету лежать они будут или стоять и дальше подключаем этот модуль я буду подключать вот сюда на кран вот здесь ему место то есть он будет стоять этот модуль будет вот так стоять временно еще раз говорю это все временное явление здесь будет подставка он будет устойчиво стоять хотя его можно и положить и он будет точно также фильтровать воду то есть он и на мойке занимает также мало места видите все аккуратненько но сейчас модули будем промывать поэтому сброс будет все идти вот сюда к нам в раковину а вот этот красный провод мы сейчас подключим крану вот сюда все делается очень просто выкручивается вот так голова она не нужна вместо этого душа прикручиваем вот этот кран вот все мы затянули от руки я думаю что не должна лица но если что подтянем немножко дренажную трубку мы тоже опускаем сюда так на этот кран надо не забыть одеть отсекатель без него система работать не будет вот этот пистолетик или вот этот кран нужно обязательно одеть нам отсекатель потому что здесь имеется видите кран если вы просто пусть и эта система будет закрыта здесь замок то есть вот этот клапан не даст воды воде выходить поэтому обязательно его одеваем в отсекатель отсюда будет выходить воздух вот все сидит и отсюда будет идти вода и так включаем его вот пошла первая водичка так то она чистая идет но сами видите никакой мути ничего нету обыкновенная чистая водичка идет дренаж тоже идет вода чуть-чуть вот дренажа отсюда почему-то идет больше но это только промывка и так промываем 10 минут шланги специально не укорачивал только потому что где-то нужно будет подальше какую-то емкость набрать чтобы шланги не были короткими пускай они будут вот такой длины они где-то метр двадцать длины всего на все нигде еще не пропускает может быть даже зря этими хомутами затягивал вот здесь действительно настолько плотно все соединилось то есть трубка на трубку и все никаких здесь проблем то есть нигде ничего здесь не течет может быть больше будет течь вот из вот этой вот из под этой прокладки которые допустим не плотно затянута на вот этот кран это все каплю страшного ничего нет и так пока я занимаюсь промывка 10 минут камеру отключаю потом через 10 15 минут я подключу следующий модуль и будем уже набирать непосредственно в кувшин и так прошло 15 минут я думаю эти два картриджа промылись этого достаточно производитель вообще говорит 10 минут помывать хватит все перекрываем водичку до сразу вам скажу что давление в моей системе всего три атмосферы на напор хорошей воды и так промывочка прошла мы отключаем от отсекателя экран наш вставляем его вот сюда наш графинчик кувшинчик вот так до шелчка все он держится если нам надо вытащить мы нажимаем ведь он вытаскивается опять вставляем все вот она эта кнопочка вытаскиваем заглушку так чтобы вам было видно и вставляем сюда точно так же до шелчка все вот этот модуль третий наш самый главный и вот в таком положении мы можем ее поставить эту систему можем эту систему просто положить на стол кому как удобно я думаю всем понятно да что здесь сейчас не эстетика нужна а чистая хорошая водичка которую мы стремимся именно сейчас получить и так у нас вот такой вот сейчас я его наберу и этот кувшин надо будет вылить снова это вода еще пока техническая будет идти так как у нас еще один картридж в работе не был его тоже также надо будет пропустить почистить ну и заодно и вот эти все картриджи и так мы вот таких вот ну один кувшин или два кувшина нужно набрать и слить его в помойку но пока будем мы набирать мы посмотрим сколько у нас водички набирается чистое сколько воды мы теряем выпуская ее в слюную яму через дренаж то есть сколько будет чистой воды и сколько воды будет вот так вот я вам сейчас покажу будут уходить грязной воды в канализацию и сколько чистой воды у нас будет набираться для питья почему это важно просто многие люди спрашивают сколько мы оплачиваем каждый кубометр воды и сколько это нам и сколько это нам обойдется в деньгах если мы или будем покупать эту воду или мы будем пользоваться чистой водичкой обратного осмоса сразу говорю я все посчитал у меня получилось очень большая экономия не буду сейчас говорить сколько но очень большая даже если вы будете там за куб платить сколько вы там платите 65 рублей на сегодняшний день куб это вместе с канализационной водой то есть которая сбрасывается в канализацию но 65 рублей куб с куба вы набираете 14 разделите 100 литров на 25 литров воды 25 литров воды сколько у вас выходит 63 65 рублей или около там 300 а может быть даже 500 рублей ну вот отсюда простая арифметика так что я думаю каждый из нас посчитает и так все включаем эту водичку и дальше смотрим набираем ее вот сюда в кувшин еще раз говорю она сначала на немножко шумная так все и в комментариях я читал эта система когда промывается все вот это вот это немножко шумит потом затихает тут видите она уже даже даже сейчас уже затихла и так все сюда пошел пошла у нас грязная водичка вот потекла я вижу вот так если вам видно вот видите пошла вот такой вот струечка идет вот сюда пошла чистая вода я сейчас давление дам на всю то есть у меня три атмосферы то в общем то на всю я и поставил опять здесь струечка идет грязная водичка видите вот такой струйка идет видно вам обратно идет обратный окнас разделяет на чистую воду и грязную воду в данном случае сюда идет грязная вода туда у нас поступает чистая вода сейчас мы посмотрим по объему вот примерно давление я уже говорил три атмосферы вот сколько с трех атмосфер будет получиться у нас грязной воды и чистой воды и за как за какое время это все наберется я засек производитель говорит где-то 30-40 минут набирается опять же все зависит от давления воды которая у вас хранит поэтому сами должны это все понимать все это относительно все эти подсчеты это относительно все будет зависит от чистоты воды от давления воды экране и так далее и так кувшинчик у нас почти набрался уже воды сейчас будет отключение я специально включил чтобы о все вот как раз я говорил увидели да или услышали вот даже выскочил сам кран то есть система осмоса отключилась вот так вот отключает кувшин то есть сам отключился водичка уже сюда не бежит видите вот сюда вода сейчас посмотрим вот смотрите вот сколько воды набралось здесь сюда вода еще поступает то есть пока ничего делать не будем ждем когда перестанет поступать вот сюда вода по идее можно конечно сейчас все перекрыть просто кран закрыть и вода не будет сбрасываться но производителем почему-то предусмотрен вот еще сброс воды хотя туда набралась чистая водичка в кувшин а здесь еще вот видите каким напором маленьким небольшим но течет сброс еще есть сработала она когда бак этот бак у меня 10 литровый когда в баке набралось где-то литров 6 здесь набралось 4 литра в кувшине набралось 4 литра в баке набралось где-то около 6 литров продолжает идти сброс ну совсем уже очень маленькая можно сказать что система выключилась ну как она там сама выключается я не знаю всей этой технологии но видите все и сброс такой воды грязной тоже прекратился и того что мы имеем мы имеем следующее 4 литра чистой воды и где-то литров 7 сброса ну отсюда пропорцию можете сделать ну можно сказать один к двум то есть вот реально один к двум еще раз говорю а производитель дает что этот осмос можно использовать при давлении магистральной воды в ноль целых восемь десятых атмосфер даже меньше чем одна атмосфера но я вам не советую при такой при таком давлении пользоваться потому что еще раз говорю сброс воды будет очень большой теперь мы посмотрим наберем вот в этот стаканчик в левый это из-под осмоса вода пить пока еще раз говорю ее нельзя и наберем вот это вот в этот стаканчик воды из-под крана вот видите какое давление то вы просто понимали вот давление детской атмосферы итак давайте замеряем с вами воду вот этим приборчиком включаем его по нолям так если вам видно давайте сначала водопроводную воду замеряем сколько она у нас показывать немножко подождем зафиксируем вот такое значение 392 вот сколько грязи идет у нас водопроводной трубы это водопроводная с водопроводной трубы то есть с магистрали вот такая вода такое загрязнение за столько солей здесь прочее прочее конечно в чайнике все это будет оставаться ну давайте померяем из-под осмоса сколько у нас водичка которая прошла через осмос вот здесь должно быть намного меньше ну так как она еще это первый самый кувшин она у нас еще техническая можно сказать идет поэтому давайте мы также включим по нолям у нас и опускаем ее сюда сколько у нас здесь здесь у нас показывает 82 вот здесь у нас результат 0 82 ну потому что один из смерт и сменных модулей третий последний он меня минерализирует немножко водичку тоже об этом не надо забывать ну норма считается у нас до 150 единиц это пригодная вода хорошая пригодная вода для употребления человеку вот такая получилась портативная система можно взять с собой в любое место подключил крану и пожалуйста и готов себе чистую хорошую воду вот такая система получается для набора воды в бак в данном случае 10 литровый бак вот это и весь шум что вы слышите издает эта система то есть шум совершенно небольшой обыкновенно больше идет шума от слива воды дренаж вот как бак наберется автоматически отключится этот клапан сработает автоматически она отключится сейчас идет набор ребята вот прошло 4 часа я пропустил около 20 литров воды вот давайте замеряем прибором сейчас он показывает у нас вот так по нолям вот смотрите результат сейчас я его зафиксирую одной рукой неудобно вот такой результат у нас получился 0 18 то есть 0 18 если техническая вода еще первые когда мы пропускали через осмос была у нас около 70 то вот сейчас 0 18 когда мы пропустили уже где-то 10 около 20 литров воды вот в результате мы получили цифру 0 18 то есть осмос конечно себя оправдывает полный в полной мере оправдывает вода конечно вкусная уже попробовал естественно что с такой воды никакой накипи мы не в чайнике не получим ребятки в заключение хотелось бы дать всем совет предварительно использовать все таки магистральный фильтр он стоит не так дорого в районе 800 рублей картридж стоит всего где-то 150 рублей на этот фильтр зато вы спасете любые сменные фильтры своего осмоса особенно номер особенно первый у него ресурс всего 6 месяцев а так можно ресурс его продлить до 10 месяцев но это минимум делайте сами выводы или менять картридж каждые полгода и платить 900 тысяча рублей или менять магистральном фильтре картридж платить всего 100 150 рублей то есть посмотрите сами я вот допустим поставил себе магистральный фильтр ставится он очень просто видите на входе к холодной воде вот такой вот фильтр он не сильно загрязняется если вода более-менее чистая то тогда и картридж у вас картридж номер один будет служить в два раза больше так что обратите на это внимание а